Гастерия – уход в домашних условиях. Комнатные растения поражают своим разнообразием. Они различаются происхождением, внешним видом, требованиями к почве и уходу. Суккуленты приобрели популярность из-за необычного внешнего вида и неприхотливости. Гастерия – уход в домашних условиях, за который интересует многих один из таких цветов. Гастерия – что это за цветок? Растения относятся к суккулентам семейства асфаделовых. Родиной культуры считается Южная Африка. Краткое описание, как выглядит название цветка, переводится как «пузатый сосуд». И в самом деле, около нижней части, около цветника, находится небольшое вздутие. В природе высота суккулента достигает метра, в домашних условиях он вырастает только до 30 сантиметров. Гастерия выглядит очень необычно, стебель у суккулента очень короткий, листья жесткие, располагаются по двум или нескольким рядам. Могут быть разные формы, имеют темно-зеленый оттенок с разными пятнами и полосами. Длина может достигать 25 сантиметров, поверхность чаще всего гладкая, верхушка острая либо закругленная. Гастерия – цветущий суккулент. Цветоносы имеют разнообразные оттенки, в высоту достигают до 70 сантиметров. Цветки оригинальной формы, похожи на амфору, собраны в соцветия. Цветение длится примерно 30 дней. Гастерия относится к суккулентам разновидности домашнего цветка. У цветка гастерия виды очень разнообразны. Для каждого характерно наличие определенных особенностей и свойств. Гастерия бородавчатая, гастерия веррукоза – разновидность очень популярна у любителей комнатных растений. Представляет собой собранные в розетке длинные листья темно-зеленого цвета с белыми мелкими выпуклостьями. Цветоносы веррукозы длинные, могут достигать до 80 сантиметров. Цветки красные либо розовые с добавлением зеленого. Гастерия мраморная, гастерия мармарата культура формирует розетку из широковатых листьев зеленого цвета. Отличается наличием серебристых пятен, расположенных в хаотичном порядке. Цветы оранжево-красный, небольшого размера. Гастерия пятнистая, гастерия макулата – комнатное растение. Гастерия пятнистая отличается средними размерами. Второе ее название – макулата. Листья длинные и гладкие, на темно-зеленом фоне присутствует рисунок из белых пятен. Цветы у гастерии макулаты ярко-красные, по краю присутствует зеленая окантовка. Гастерия армстронга, гастерия армстронги – суккуленты небольшого размера. Листики маленькие, в форме овала, темно-зеленого оттенка. Цветы мелкие, розово-зеленые, в виде колокольчиков. Гастерия армстронга, гастерия крошечная, гастерия лилипутана – растение миниатюрное. Зеленые с белыми пятнышками листики образуют розетку. Цветоносы небольшие, до 30 сантиметров. Цветки розово-зеленые, маленького размера. Гастерия батисиана, гастерия батизиана – небольшое растение с розетками, образованными длинными саблевидными листочками зеленого цвета со светлыми бугорками. Цветочки имеют розово-оранжевый окрас. Гастерия литл ворти, гастерия литл ворти – небольшое привлекательное растение с овальными листьями, темно-зеленого оттенка, с белыми крапинками. Снизу листовые полостенки у гастерии литл ворти окрашены в розовый оттенок. Это лишь некоторые виды комнатного цветка, однако их довольно много. В большинстве случаев они различаются размерами и формой листов. Например, у гастерии гламерата листочки могут иметь даже голубоватый оттенок. Как ухаживать за гастерией в домашних условиях? Суккулент гастерия – неприхотливое растение. Однако существуют некоторые особенности содержания цветка, которые следует учитывать. Освещенность и температурный режим в теплый сезон культуре обеспечивают температуру до 25 градусов тепла. В зимний же период рекомендуется переместить горшок в более прохладное помещение, где температура сохраняется на уровне 15 градусов. Подобные условия позволят растению лучше расти и закладывать очки. Растение любит рассеянный свет. Лучше оставлять цветок в лутине. Прямые солнечные лучи нежелательны, но и полная тень не подходит. При отсутствии света культура плохо разрастается и не цветет. Гастерия верукоза правила полива и влажность культура любит пониженную влажность в помещении, поэтому опрыскивать ее не нужно. Как любой суккулент цветок предпочитает сухой воздух и не требует частых поливов. Орошение проводят при необходимости после высыхания почвы. Важно! В летнее время поливают раз в неделю, а зимой хватает раза в 30 дней. Подкормка и качество почвы. Для высадки цветочка лучше брать специальный грунт для суккулента. Его возможно сделать дома. Для этого смешивают садовую и дерновую землю, песок и какой-либо разрыхлитель, колотый кирпич, древесный уголь. Торф не используют. В приготовленный грунт высаживают растения. При качественном уходе и вовремя проведенной пересадке в обновленную землю суккулент не требует подкормок. При необходимости можно удобрить культуру слабыми растворами специальных средств. Процедуру проводят не чаще одного раза в месяц. Размер емкости для цветка для гастерии лучше всего подойдет широкая и неглубокая емкость. Это позволит избежать загнивания корневой системы. Обязательно наличие дренажного отверстия, чтобы лишняя влага не задерживалась в горшке. Обрезка и пересадка В большинстве сортов суккулента нет высоких стеблей, поэтому в расстоянной обрезке цветок не нуждается. Рекомендуется удалять старые и засохшие листики, чтобы не допустить появления и развития разных вредителей. Пересадку проводят при увеличении корневой системы. Как правило, процедура требуется раз в пару лет. Растения извлекают из старого горшка вместе с землей и пересаживают в емкость большего размера. Цветение и период покоя Растения Период покоя у растений зимой В данное время гастерии обеспечивают пониженную температуру, практически не поливают и совсем не подкармливают. Цветение в домашних условиях происходит редко. Если гастерии устраивают все условия и уход, то весной либо летом появляются цветоносы. Спустя некоторое время распускаются цветочки с ярким окрасом от розового до зеленого оттенков. Интересно, соцветия по форме напоминают вытянутые колокольчики. Гастерия Крошечное размножение с помощью семян или отделением деток. Размножение гастерии можно проводить двумя способами. Оба имеют некоторые особенности, которые стоит учесть. Семена Выращивание семенами занимает некоторое время. Требуется подготовить подходящий рыхлый грунт. Почву увлажняют и насыпают поверх семена. Емкость накрывают стеклоном либо пленкой, оставляют в теплом месте. Грунт периодически увлажняют. Спустя пару месяцев появятся первые всходы. Когда у растения будет уже 4 листика, его можно пересадить в отдельный горшок на постоянное место. Отделение деток данный способ намного проще и быстрее. У взрослого растения часто рядом формируются маленькие детки. Их отделяют и выкапывают. Вместе с землей ростки помещают в новые горшки и хорошо поливают. Через некоторое время растение начнет развиваться и расти. Можно размножить гастерию при помощи листочков. Отделяют один от взрослого цветка, срез присыпают ролченым углем и немного подсушивают. Спустя пару дней помещают в увлажненный грунт. Примерно через месяц появятся первые корешки и росток можно пересадить на постоянное место. Растет суккулент очень долго. Важно, выбор способа размножения зависит от предпочтений и возможностей человека. Гастерия имеет множество видов проблем выращивания, болезней и вредителей. Выращивать культуру довольно просто. Проблемы возникают только от неправильного ухода за гастерией. При избытке воды начинается гниение листьев и корневой системы. Листовые пластины становятся бледными от недостатка света. Сильное пожелтение листвы и ожоги возникают при попадании солнечных лучей. Покраснение листьев происходит по недостатке света, проходит самостоятельно. К основным вредителям гастерии относятся паутинный клещ щитов котля. Не допустить подобного может профилактическая обработка инсектицидами. Гастерия – замечательное, неприхотливое растение. Справиться с ним сможет даже новичок. Цветок не оказывает негативного влияния, а даже приносит пользу. При правильном уходе культура порадует обильным цветением и прекрасными цветами, а разнообразие сортов позволит выбрать тот, который будет более приятен дома.